Друзья, приветствую всех. Я Дарья Счастлива. У меня в гостях известный журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Игорь Александрович, начинаем. Это видео вчера вас тоже показала путинская пропаганда. На нем генерал-полковник Лапин лично руководит борьбой с РДК. Предлагаю посмотреть и прокомментируйте. С ним примерно 15 солдат. Армии сюда перешли. Иду на колоннами. Отвасы отречет вперед. В общем, вы видели, что Лапин лично руководит группой из примерно 15 солдат. Что скажете? Странно, что там Путина не показали, как он лично, так сказать, выгоняет РДК с территории России. Там просто сказали, что еще... Там много очень смешных вещей по этому поводу существовало. Во-первых, значит, заявление о том, что 70 человек убили, значит, вот тех людей, которые вошли на территорию Белгородской области. Я не знаю, было ли там общее количество 70 человек, но, во всяком случае, вот 70 убитых, как объявили. Естественно, там, насколько я понял, как они объявляют, никто из российских военнослужащих не пострадал. Ну, в общем, короче, как обычно. Все в духе генерала Коношенкова. То есть, обычное вранье, значит, убито там, уничтожено 100 миллионов хаймерсов, значит, и так далее. То есть, ну, в общем, короче говоря, бред. Ну, есть достаточно более серьезные вещи. Есть тот, во-первых, насколько я понимаю, там они еще удерживают какой-то, имеется в виду легион свободной России, и еще удерживают пока. Сколько километров, Александр Александрович? Русский добровольческий корпус «Свобода России» контролирует линию до 40 километров вдоль границы. От Грайвера на до Щетиновки, от Щетиновки до КПП. Нехатиевка на трассе Харьков-Белгорода 27 километров по асфальту и 15 километров по прямой. Вот такая официальная информация. Ну, насколько я понимаю, там где-то порядка от границы, это углубление, это какой-то вот такой карман, который с трех сторон окружен украинской границей. И вот этот вот такой вот аппендикс, они контролируют, так сказать, там углубление, если я правильно помню, что это порядка 9 километров от украинской границы, они углубились и вот этот участок контролируют. То есть, на самом деле, ну, как бы, военная, какая-то военная сторона этого вопроса мне не до конца понятна, и, в общем, я не собираюсь, не будучи военным экспертом, как-то это оценивать, но, во всяком случае, это прецедент. То есть, они захватили, они контролируют часть территории официальной, так называемой «старой России», как сейчас уже модно говорить. Вот, и военная сторона этой операции, она будет ясна чуть позже, потому что понятно, что подобного рода прорывы на российскую территорию, они могут стать очень серьезной частью украинского наступления, когда идея здесь очень просится зайти с тыла к российской группировке, отрезать ее от коммуникации и тем самым фактически поставить в ситуацию окружения и, так сказать, либо сдачи, либо утилизации. А это на минуточку 380 тысяч человек. То есть, это будет такая вот операция очень серьезная, если получится. Ну, во всяком случае, с военной точки зрения здесь более-менее понятно, о чем идет речь, но преждевременно говорить. А вот с политической точки зрения уже все состоялось. Потому что мы видим истерику, которая происходит и на российских телеканалах, где все говорят о том, что границы нет у России, и приграничные регионы не защищены никаким образом. Естественно, свою минуту славы сейчас ловят и Гиркин, и Пригожин, которые постоянно говорят о том, какое бессмысленное, бессильное и глупое у России руководство, которое не может защитить своих граждан. То есть, ну вот, такой достаточно серьезный удар, что называется, удар под дых, получила Россия в целом, Путин в частности, и российские вооруженные силы конкретно в результате этой операции. Игорь Александрович, вот вы вспомнили пропаганду, пожалуйста, внимание на экран. По некоторым вопросам накалилось настолько, что вот все-таки есть необходимость в некоем ушате холодной воды. Стояние истерическое, я бы так сказала. Прямо сейчас приходят срочные новости, новые небольшие группы украинских диверсантов. Прямо сейчас продолжают подтягиваться козинки. Ну вот то, что происходит сейчас в Белгородской области, о чем это говорит? Это говорит о том, что система контроля нашей границы, они проникли на 5,5 метров в глубину, это большое расстояние. Построено пока еще недостаточно эффективно, это надо признать как данность, это факт. По Белгородской области, мы просто должны понимать, что вот эта граница превращена в такую, как бы, почти линию фронта. Если сложно прикрыть, значит нужна терроборона. Нужна терроборона, полностью согласен. В какой-то мере это должно стать аналогом казачества. К этой модели, возрождение казачества нам по модели 21 века, я думаю, что мы должны вернуться, это поможет ситуацию там стабилизировать. Но решить ее, эту ситуацию, может только взятие Харькова. Харьков, старый русский город, в нем, напомню, в 14-м году восстание победило, по российские силы взяли силы в Харькове. Вот такие вот идеи звучат у пропагандистских каналов. Что скажете, Игорь Александрович, как журналист и специалист в этой сфере? Ну, я не специалист в военной сфере, но в вашем случае, если говорить о медийной сфере... Конечно, да. Действительно, здесь я более-менее разбираюсь. Ну, что можно сказать? Значит, если все-таки сначала оттолкнуться от, так сказать, что называется, посмотреть на ситуацию в металле, посмотреть на факт-чекинг. То есть, как выглядит реальность. Значит, когда Советский Союз распался, то возникли новые государства, то у России, перед Россией не встала задача создавать границу. Потому что, ну, не знаю, там недосуг было, дорого было. Ну, или были абсолютно убеждены в том, что никогда никто, ни при каких обстоятельствах границу России не пересечет, по крайней мере, западную границу точно. Потому что, ну, потому что, да, ядерная держава, вторая армия в мире и так далее. И поэтому, когда Путин говорил, что граница России не кончается нигде, он имел в виду то, что Россия может в любой момент расширить свою территорию, напав на любую другую страну и присоединив ее к своей территории. Что, возможно, другой процесс, что, возможно, так сказать, пересечение российской границы внутрь, об этом никто не подозревал. И поэтому никто не занимался созданием границ как таковых. То есть, некая укрепленная линия, по сути дела, граница между союзными республиками. Ну, всякий, кто был, кто жил в Советском Союзе, а я прожил большую часть своей жизни в Советском Союзе, знал прекрасно, что когда ты пересекаешь, например, границу между Россией и Украиной, то понять, что ты находишься в другой стране было невозможно, потому что нет никакой границы, ее не было. Так ее и сейчас нет. Проблема заключается в том, что ее и сейчас нет. То есть, никакой укрепленной границы, когда там существует какая-то контрольно-следовая полоса, там, вспахана земля, еще что-то, укрепления какие-то, пограничные посты, которые, так сказать, постоянно передвигаются вдоль границы. То есть, какая-то зона, значит, особого контроля, которой занимается служба безопасности страны. Ничего этого нет. И реально, значит, есть организация, которая вообще отвечает за это в России. Она называется ФСБ. Она должна отвечать и за пограничную службу, она должна отвечать за какой-то безопасностью в приграничных территориях. Ничего этого нет. Значит, сказать вслух о том, что руководство ФСБ просто-напросто занимается непонятно чем, вместо того, чтобы охранять свое государство. Я сейчас не говорю о состоянии этой войны, в которой Россия является просто преступным сообществом. Но мы сейчас говорим о, даже глядя глазами этих преступников, которые не могут защитить свое население от внешнего вторжения. Ну, что-то сказать против ФСБ довольно сложно. Поэтому говорят против Министерства обороны, говорят против местного губернатора, говорят против... И в том числе серьезные уже атаки идут на Путина. Значит, час, свою минутку славы сейчас поймали целый ряд людей, в том числе и Пригожин, в том числе и Стрелков, которые с утра до вечера поливают грязью Шойгу. Ну, и Путина в том числе за то, что, в общем-то, ничего не делают для того, чтобы защитить свои регионы, которые находятся в прифронтовой зоне. Я думаю, что вся эта история, это очень хорошая история для Украины. То, что российская граница оказалась не просто проницаемой, но и глубоко проницаемой. И то, что у российской армии нет никаких ресурсов для того, чтобы защитить вот эти приграничные регионы, это хорошая информация, которая получена в результате вот этого, ну, я считаю, все-таки в большей степени разведывательного рейда. Игорь Александрович, вот тут есть два тезиса. Первый, аномалира ситуации в Белгородской области в России задумались над переброской части войск с территории Украины для охраны границы. Это вообще могла быть стратегия вооруженных сил Украины. И второй тезис от секретаря СНБО, господина Данилова. Данилов считает, что прорывы могут быть и в других областях Российской Федерации. Что скажете? Я думаю, что и то, и другое, это абсолютная правда, потому что понятно, что вот этот рейд, он произвел какой-то фурор, и понятно, что в результате будут отводиться войска. Но, во-первых, это хорошо, потому что будет ослабляться основная группировка на территории России, оккупационная армия. И второе, это то, что граница очень длинная. И украинская армия по своему обыкновению, скорее всего, забудет предупредить, где, в каком месте она будет производить вот этот прорыв границы. Это может быть в Ростовской области, это может быть в той же самой Белгородской области. Можно, так сказать, заглянуть в Курскую область и так далее, Брянскую область. То есть, на самом деле, маневр очень большой у украинской армии. И в какой точке прорвать российскую границу, видимо, генерал Залужный будет решать в последний момент, и вряд ли он по этому поводу будет посылать телеграмму Путину. Поэтому вот это очень важная история. Так что я думаю, что это абсолютно правильно, и я надеюсь, что именно так украинская армия будет поступать, прорывать эту границу. А что касается отвода войск, ну да, это здорово, потому что это облегчит наступление. То есть, на самом деле, я думаю, что в целом вся эта Белгородская операция – это подготовка к масштабному наступлению Украины. Очень хорошая подготовка. Игорь Александрович, в завершении этой темы, вот губернатор сообщает, действительно, Белгородской области, что у него претензии к Министерству обороны лично. Давайте послушаем, чтобы завершать эту тему. Губернатор, все-таки не могу не спросить. Идет полтора года СВО, Белгородская область, приграничный регион. Боевые действия 24 февраля. Власти рассказали, что все под контролем, что построены засеченные черта, пирамидки там и так далее. При этом противник доходит драть центра практически на танках, минуетые села. Это как? Почему дырявые границы? Это не говоря о постоянных обстрелах того же Шибикина, минных ранений, смертях наших жителей. Разве нельзя попросить Министерство обороны, федеральную власть усилить безопасность региона, если у нас все плохо? Что сел между жителями Гриворонского района, они освобождены от врага. Освобождены. Еще раз повторюсь, только что приехал. Мы дополнительно прошлись, начиная со вчерашнего дня. В первую очередь, по селу Горопадол, там, где уже противника не было, и Глотова вывозили вечером-ночью людей. Сегодня с утра эту работу проводили уже по Казминке. Есть жители, которые приняли решение, остаются в своих квартирах, в своих домах. С несколькими из них сегодня проговаривал, ни в коем случае не хотят принимать такое решение. Почему произошло, я думаю, что следственные органы разберутся, с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий, и, конечно, нужно обеспечивать, сделать выводы, исходя из тех ошибок, которые были допущены. То есть все претензии к Шойгу, все претензии к Министерству обороны. Ну да, ну в принципе, так сказать, не только Пригожин, не только Гиркин, но и глава администрации области списывают все на Шойгу. Хотя я очень не против, чтобы Шойгу реально был пострадавшим. Хотя я не уверен, что для победы Украины смещение Шойгу – это самая выгодная вещь. Потому что это крайне некомпетентный министр обороны. И не дай бог, кто-то более компетентный на его место станет. Хотя вряд ли. Что же касается вины, то у меня нет ни малейших сомнений, что Шойгу в данном случае для поиска виновных – это ложная цель. Потому что Министерство обороны вообще не обязано обеспечивать безопасность в приграничных районах. Это задача ФСБ. Но, видимо, у губернатора, так сказать, кишка тонка – открыть рот против ФСБ. А вот Министерство обороны, пожалуйста. Хотя какое отношение Министерство обороны имеет к обеспечению безопасности на территории Белгородской области, я ума не приложу. По функционалу это задача ФСБ. Ждем масштабного наступления вооруженных сил по всей линии фронта. Игорь Александрович, вы вспомнили про Пригожина. Мы каждый раз с вами об этом говорим, но сейчас действительно Пригожин таким откровением просто поделился публично. Я думаю, что без вас и без вашего анализа не обойтись этого огромного спича. Давайте послушаем. Что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Потом подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже времена, путаются изюм, красный лиман. И как-то у нас все не складывается. Таким образом, деноцификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И это как, я не знаю, как греки во времена процветания Греции, как римляне были во времена... Легитимизировали Украину. Абсолютно верно. Они легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается деноцификации. Теперь, что касается демилитаризации. Больной вопрос. Больной, да. Жители Белгородской области не дадут соврать. Больной вопрос демилитаризации в Украине. Да. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, и теперь умеют воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее домилитаризировали? Получается, что наоборот мы ее хрен знает, как милитаризировали. Но я думаю, что украинцы сегодня это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно. Одинаково успешны. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. Игорь Александрович, что вообще происходит? Зачем Пригожин решил все это так открыто, демонстративно, публично говорить? Он уже уходит, он устал, уходит в Африку. Он считает, что это конец. Для чего? Ну, действительно, можно было заслушаться, да. То есть, я не думаю, что кто-то из украинских экспертов, или там российских оппозиционных экспертов, ну скажем так, от наших с вами постоянных собеседников, мог бы лучше проанализировать ситуацию. Опять-таки, с позиции очевидное совершенно поражение России, очевидного выигрыша Украины. И вот Пригожин, который вдруг заговорил человеческим языком на ровном месте, это явление. Ну, он на самом деле давно уже, кстати говоря, не только Пригожин, международный преступник Гиркин сейчас говорит абсолютно правильные вещи. То есть, он просто не такой публичный, но у него есть достаточно тоже популярный телеграм-канал, и он там говорит абсолютно правильные вещи. То есть, когда он не убивает украинских граждан, то он, в общем-то, говорит все правильно. Ну, за исключением того, что он фашист все равно. А так, в общем-то, он все правильно говорит. То есть, они, ну как, у них сейчас звездный час. Действительно, произошло, произошло очевидное поражение России. Они сейчас топчут своих оппонентов. Их оппоненты, это сейчас. У Пригожина оппонент, как он в своих апрельских тезисах знаменитых объявил, оппонентом является глубинное государство российское. То есть, это чиновничество. И он сейчас бьет по чиновничеству. В принципе, не исключая и самого главного чиновника российского фамилии Путин. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. То есть, и поэтому он, как бы, вполне нормально говорит то, что есть, то, что думает. Значит, на сегодняшний момент он ведет такую достаточно беспроигрышную игру. То есть, в случае, если, в зависимости от того, как развернется событие, либо он действительно сбежит в Африку, где, в общем-то, ему есть что делать и есть что грабить, либо примет участие в мафиозной войне по разделу территории российской, российской собственности, либо, если чудом, маловероятно, но все-таки путинский режим сохранится, он, благодаря в том числе вот таким вот словам, понимаете, ну, правда соблазнительно. И, несомненно, в России, услышав эту правду, очень многие захотят, не многие, но значительная часть захочет поддержать, в том числе и Пригожина. И здесь у него могут открываться политические перспективы. В том случае, если, опять-таки, еще раз говорю, если режим устоит. Так что Пригожин в той или иной степени выигрывает в любом случае, ну, за исключением одного сценария, если его, например, просто убьют здесь, поскольку желающих сейчас достаточно много. А так у него перспективы. В Африку, значит, в Африку там деньги, там тепло, там золото. Значит, в России оставаться, вот мафиозная война, в которой Пригожин будет чувствовать себя, как рыба в воде. Потому что, несмотря на гигантские потери под Бахмутом, от Вагнера там немного осталось, но, тем не менее, у него есть деньги, очень большие деньги, благодаря которым он сможет совершенно спокойно восполнить состав ЧВК Вагнера в любых количествах. Сейчас, после военного поражения от России, просто повалят с фронта большое количество, десятки, сотни тысяч военнослужащих, имеющих опыт убийства, и плюс к этому еще имеющих оружие. Так что вот они как раз, эти люди, будут составлять пополнение ЧВК Вагнер, в том числе. Игорь Александрович, мы с вами всегда рассуждаем, что вот пока ДРГ прорывает границу, пока нам дают F-16, Путин в это время чем занимается Путин? И вот помните, мы с вами в прошлом эфире говорили, что Путин куда-то пропал. Игорь Александрович, нашелся Путин. Путин учит историю. Значит, глава Конституционного суда Валерий Зорькин принес на встречу с Путиным копию карты середины XVII века, составленной при Людовике XIV. И Путин утверждает, что Украины нет. Но нет Украины. Вот наконец-то он нашел этому подтверждение. Но там есть небольшой нюанс. Давайте посмотрим видео и прокомментируем. Нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV. То есть это середина, даже начало второй середины XVII века, составленная своими французами. Соими французами. Что он должен... Почему я привез это? Валерий Зорькович, там нет Украины. Нет Украины, да. Да, нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг-то, к Франковску, и край Казакии. И Большое Царство Российское. Вот. Край Речи Посполитой, юг-то, тоже край. Украина. Да. Почему я все же... Игорь Александрович, ну нет там Украины. Ну, конечно, она есть, естественно. Тут уже сейчас потом мы скажем. Но давайте пока что именно эмоции поделимся от этого видео. Нет, ну, это все очень смешно. Ну, значит, глава Конституционного суда приносит президенту России, значит, копию французской карты, значит, середины 17 века. Ну, вот это в качестве чего? А на самом деле он принес вещдок. Он же судья, он принес вещдок. Вещдок, который доказывает, по его мнению, что Украины никакой не было, нет и, видимо, не будет. Значит, ну, а дальше начинаются сюрпризы. Выясняется, что на той самой карте, которую он принес, там Украина не просто есть, она очень крупным шрифтом, ну, латинским, правда, по-французски присутствует. Там написано Украина. Ну, латиницей, да, значит, не по-русски они написали. Потому что карта французская, своими французами составлена, как сказал Зорькин. Значит, Украина есть, называется Украина страна казаков, да, страна казаков. Ну, так они, так французы в 17 веке называли Украину. Ну, вот так называли. Значит, ну, Украина, слово Украина есть. Просто большим, крупным, очень крупным кеглем нарисовано вот это слово Украина. Ну, не разглядел. Ну, возраст. Зорькин в старости слаб глазами стал. И вот он не разглядел. Путин тоже не разглядел, смотрит на эту карту, не видит. Но там еще масса сюрпризов. Там на этой карте Крым отдельное государство. Конечно, никакое не российское. А Крым в то время, это было Крымское ханство, которое не просто воевало с Россией, а Россия платила... Ну, не Россия, это было сначала Московское княжество великое. Значит, она платила дань Крымскому хану. И дань Крымскому хану, уже став Россией, продолжала платить. И дань Крымскому хану Россия платила до начала XVIII века. До Петровских времен. Тоже маленький штришок. Но это было отдельное государство. Естественно, на карте XVII века Крым был изображен как отдельное государство. Крымское ханство. Еще сюрприз. Малая родина Владимира Владимировича Путина. Санкт-Петербург. На этой карте как раз отсутствует. Потому что на его месте находится Ингрия. То есть, это территория, которая находится в составе Шведского королевства. Еще один сюрприз. То есть, Украина есть. Крым не российский. Место, где находится сейчас Петербург, это территория Ингрии. То есть, ну так вот, если с путинской вот этой вот логикой подойти, то вообще Путин, он как бы родился на территории Швеции. Да, то есть, так можно считать. Нет, ну короче говоря, вот вещду, которую принес глава Конституционного суда Зорькин, оказался большим. То есть, оказался свидетельством прямо в противоположную сторону. Что Украина была. Ну и все остальное тоже там очень здорово подобрано в этой карте. Так что, все хорошо. Встретились два историка. И, значит, выяснилось, что с ними случилось. Ну вот то, о чем тот процесс, который так живописно характеризовал Пригожин по поводу того, что с нами случилось в Украине. Игорь Александрович, а вот как вы можете объяснить, что в то время, когда Путин ведет эту войну против моей страны, в то время, как у него это СВО, прорыв на границе, он занимается тем, что изучает карту наших французов, как сказал глава суда. Вот просто, знаете, это какой-то полный когнитивный диссонанс. Ну, здесь какая история. Дело в том, что Путин, в принципе, в момент опасности, вот есть три вида реакции у живых существ на опасность. Одни животные бегут, спасаются. Другие животные, так сказать, начинают нападать агрессивно. А третьи замирают. И вот замирают и в неподвижности стараются, или и мертвыми притворяются. Ну, вот разные реакции. Но, в принципе, вот замирать. У Путина последнее. У него реакция замирания. То есть он постоянно, так сказать, как-то... Путин постоянно пытается забиться под корягу в случае опасности. Это очень характерно для него. И в этот раз то же самое. Он не предпринимает никаких действий. Когда до этого Пригожин его материт, называя там, значит, старым дедушкой, чудаком на вухуэм, он на это никак не реагирует. Проходит вот этот вот рейд русского добровольческого корпуса и легиона свободной России. Путин никак на это не реагирует. Происходят какие-то серьезные вещи, связанные с угрозой его, собственно, существования. Критикуют его уже везде, на всех уровнях. Путин на это не реагирует. Это особенность его. А самое главное, что реагировать ему нечем. Обычная его реакция – это обстрелы мирных украинских городов. А после того, как выяснилось, что украинское ПВО, ну, по крайней мере, под Киевом, все ракеты сбивает, стало ясно, что этого садистского удовольствия его лишили. Поэтому вот он остается только играть в карты французские с этим самым, с Зорькиным. Вот. Ну, такое себе, конечно, удовольствие, но это все, что остается. Я думаю, что в тюрьме, в Гаге ему и этих удовольствий будет не хватать. Игорь Александрович, очень многие сейчас говорят о том, что Лукашенко отравлен. Вчера в эфире с Матвимом Ганапольским, в нашем эфире, бывший посол Украины в Беларуси, Валентин Наливайченко, сказал следующее. Он считает, он уверен, что Лукашенко отравили талием, что его спасали врачи во время парада 9 мая. Помните, его вывезли на скорой, чтобы именно спасти, и ему сделали переливание крови. Это версия Валентина Наливайченко. Таким образом, пытаясь спасти от отравления талием. На сегодняшний момент у него достаточно сложное состояние, что его там пытаются как-то провести. Но это вот точка зрения бывшего министра, бывшего посла Украины в Беларуси, Валентина Наливайченко. Сейчас я вам продемонстрирую видео, как Лукашенко отреагировал на то, что его уже, как-то, что называется, похоронили. Давайте послушаем. Ребята, я никого не пожалею. Никого. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения мессенджеров и телеграм-каналов. Какой там у меня аденовирус или что там было? Ну да, аденовирусный инфекция. Аденовирус, ничего. Кораник улыбается, лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то надо в Москву, то в Ленинград, то еще там субботники, то в Гродно поперты меня на площадь, обнимались с тобой там с этими девчонками. Потом в Гомеле, в Крупко. Все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Вот что ответил диктатор. Вы знаете, я не лечащий врач Лукашенко. Бог миловал. И вообще я не врач по образованию. Поэтому комментировать состояние здоровья Лукашенко я не буду. Гипотеза о том, что его отравили. Ну, скажем так. Во-первых, для отравленного талием он выглядит несколько более бодрым, чем у меня какие-то представления есть о том, что происходит после такого отравления. Он не выглядит, как серьезно отравленный человек. Буквально два дня спустя. Ну, и последнее, что я по этому поводу хочу сказать. Я не очень понимаю, кому и зачем понадобилось травить Лукашенко. Если речь идет о Москве, то Москве с Лукашенко должны пылинки сдувать. Зачем его травить? Чтобы что? Мне кажется, это, так сказать, ну такая вот конспирологическая история, которая вряд ли имеет какое-то отношение к реальности. И, кстати, в завершении, вот последний блок, он будет связан с безопасностью, значит, ну и с поставками вооружения. Германии предложили передать Украине крылатые ракеты новые, Торис, я так это читаю. Значит, вот они сейчас демонстрируются. Значит, авиационная дозвуковая крылатая ракета Торис является аналогом британских Storm Shadow. При этом ее радиус действия до 500 километров. Вот сейчас они это могут показывать, можем смотреть. Естественно, что у Соловьева произошел шок, Storm Shadow, далее вот эта ракета, потом еще и, возможно, французские аналоги. Посмотрите на его реакцию. Ну как-то тревожно. Пора включать климатическое оружие. Долбануть им наотнош. Владимир Владимирович, я давно уже за это выступаю, чтобы мы возобновили эти работы для того, чтобы, ну, что называется, у нас было сопоставимое по масштабу с ядерным оружием воздействие климатических средств, скажем так, на то, чтобы, ну, унасекомить некоторые взорвавшиеся государства с точки зрения погружения их в кромешную тьму, что называется. Потому что такие возможности, на самом деле, есть, и разработки есть. Надо все это поднимать. Вот такая реакция на то, что нам передают и F-16 истребители, и Скальп, Storm Shadow, и вот эти немецкие ракеты. Вы знаете, мне очень понравилось выступление вот этого эксперта в этом соловьином помете. Особенно понравился глагол унасекомить, потому что он нас отсылает к таким мечтам вот этих всех путиноидов создать там боевых комаров, которые будут избирательно кого-то кусать, а кого-то нет. То есть, на самом деле, вот я довольно много слышу и в советское время слышал там о климатическом оружии и, значит, разговоры о том, что благодаря каким-то там технологиям удастся создать пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой. То есть, опустить Соединенные Штаты Америки на дно морское. Много слышал о пси-оружии, там, пси-поле. Это были такие конспирологи, которые в Кремле работали и при Борисе Николаевиче Ельцине, и потом при Путине. Вот еще это самое, во главе администрации президента российского Путина стоит человек по фамилии Вайну. У него, одно из его изобретений, это ноу-скоп. Это прибор, который позволяет менять будущее, понимаете? То есть, вот включил наскв... Там, на самом деле, в российском телевизоре очень много таких людей, которые обладают даром предсказания будущего. Там всякие гадалки, астрологи, колдуны и так далее. Вот их спрашиваешь, а что будет? Он так закатывает глаза, ну, я не смогу так сделать, у меня не хватает таланта. Значит, он закатывает глаза, говорит, вот вижу, вижу Зеленского, вижу в инвалидной коляске, значит, больного, умирающего. Вижу, вижу Путина, вижу во главе всего земного шара. И вот они так развлекаются постоянно. Вот этот вот ноу-скоп, который изобрел глава администрации президента Вайна, он может менять будущее. Но пока вот действия этого прибора не видели, может быть, он так работает? Может быть, он действительно давно работает? И вот он меняет будущее на наших глазах, и в конечном итоге изменит его таким образом, что Путин окажется в Гааге, вот, а, так сказать, Россия, ну, наверное, распадется на несколько самостоятельных государств и перестанет угрожать всему человечеству. Игорь Александрович, замечательный финал нашего с вами сегодняшнего интервью. Благодарю вас за такой остроумный, четкий анализ. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите в комментарии, откуда вы нас смотрите, с какого города, с какой стороны нам очень интересно. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Игоря Александровича Яковенко. Если смотрите у нас телеканал «Прямой», нажмите на название, там будет возможность это сделать. Игорь Александрович, известный журналист, благодарю вас за эту встречу, и до встречи на следующей неделе. Всего вам доброго, до встречи.